Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают 6 февраля в Рязанской областной филармонии состоялся молодежный Сретенский бал. В этом году событие приурочено к Международному фестивалю «Братья». На прошедшей неделе режиссер-постановщик киноленты «Рядом с нами», повествующую об опасности сект протеерей Александр Новопашин, встретился с завучами и социальными педагогами образовательных учреждений Рязани. В Крестовоздвиженский храм города 6 февраля были принесены мощи, претечи и крестителя Господня Иоанна. Ковчег со святыней был принесен из Иоанна Богословского монастыря. 7 февраля в Пронской Спасо-Преображенской обители впервые встретили День Рязанского теолога. 10 февраля в праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил божественную литургию в Кафедральном Христорождественском соборе. 4 февраля состоялось официальное открытие фестиваля «Братья». В стенах старинного Рязанского Николу Ямского храма был совершен молебен на начало 24-го молодежного форума. Соборно вместе молодые люди просили у Бога благословения на достойное и плодотворное проведение зимнего фестиваля, главная цель которого и заключается в том, чтобы не только привести молодых ко Христу, но сделать их полноправными участниками Церкви, членами одной большой православной семьи. Нет ни иудеи, ни эллина, ни русского, ни украинца, никого. Есть все братья и сестры во Христе, кто проникается этой атмосферой и кто в итоге понимает, что, собственно, не столько условия важны, хоть мы их и стараемся максимально создавать комфортными, сколько важно общение, важна семья, православная семья. Мы каждый год пишем новый гимн для фестиваля. У нас такая традиция. К каждому летнему фестивалю пишем новый гимн. Вот некоторые сочиняют их разные люди, те, кто уже был на фестивале. И вот у многих проскакивает мысль о том, что братья – это православная семья. А это так, потому что мы все братья во Христе, а во Христе мы вообще все едины. Как говорят организаторы фестиваля, успех этого проекта, возможно, состоит в отсутствии официальных частей его программы. И даже общение с правящим архиереем епархии, где проводится очередной фестиваль, проходит обычно в достаточно неформальной обстановке. Беседа с рязанским архипастрем митрополитом Марком состоялась после совершения молебна в Николгимском храме. Ой, ваш владыка такой удивительный. Я спросил один вопрос, а получил ответы на 10 вопросов по ходу, на 10 своих вопросов по ходу. Ну, не каждый же спрашивает, да, а вот его пример, его многогранная деятельность, его живого слова очень вдохновляет и хочется слушать и по возможности может подражать как-то. Человек, конечно, который восхищает, который дает вообще такую мотивацию вообще тоже вот так же развиваться, так же учиться, так же любить веру, церковь. Владыка тепло приветствовал молодых людей, выразив радость по поводу того, что именно Рязань в этот раз стала местом их встречи и обратил особое внимание собравшихся на смысл самого названия фестиваля «Братья». Ведь не просто так девизом форума являются слова Священного Писания «Один у вас учитель, Христос, все живы, братья». Мы должны быть близки, едины, только в общности, только в братстве. Наша сила, обязательно во всем, конечно, мир вокруг нас будет рушиться, если мы не будем, не начнем воспринимать других людей, наших соратников, наших современников, христиан, да и не только христиан, как наших братьев, сестер. Владыка привлекал к диалогу и своих собеседников, а затем уже они могли задать волнующие их вопросы. В области интересов молодежи оказались такие темы, как связь, таинство покаяния и причастие, динамика духовного развития и другие. Многие участники встречи с благодарностью отметили, что ответы архипастеря были интересными и глубокими, без привычных многим общих фраз. Елена Саганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. Православный международный фестиваль «Братья», начавшийся 3 февраля в Рязани, традиционно объединяет молодежь из разных городов России, Белоруссии и Украины. Расстояние для участников не помеха. Став одним из братьев хоть раз, каждый стремится попасть уже на следующий фестиваль. Причем готовы участники и к пешим прогулкам. Вот уже много лет программа молодежного форума предполагает проведение квеста. В Рязани подхватили эту традицию и с ее помощью решили познакомить гостей с древней историей города. Основные точки нашего маршрута – это наши древние храмы Нижнего Посада. Точек, конечно, немного, но зато очень интересный маршрут, веселые задания. И вообще квест направлен на то, чтобы как-то участников фестиваля познакомить, сплотить, дружить. Важным местом маршрута был Казанский монастырь – обитель, ставшая одним из символов нового дыхания в жизни города после того, как оказалось возможным открытие православных храмов и монастырей. Казанский монастырь – один из древних монастырей на нашей Рязанской земле. Конечно, мы не могли обойти его стороной. Это такое очень знаковое место для нашего города. Здесь множество святынь, интересная история и, в общем-то, такое интересное возрождение самой обители. После революции монахини были изгнаны. И территория монастыря с высокой каменной оградой очень подходила большевикам для заключения первых жертв революции. Хотя фестиваль уже заслуженно называется одним из самых старейших молодежных православных проектов современности, а его основополагающие принципы были заложены еще в 2005 году, некоторые элементы его программы с годами претерпевали изменения. Так, молодые люди знакомились с городами, где проводились первые форумы в формате экскурсии, глядя на проплывающие мимо храмы и монастыри из окон автобусов. Но в какой-то момент молодежь предложила новый формат – квест. Суть та же – узнать что-то новое о местных святынях и истории. Но способ познания стал гораздо интереснее. Просто действительно новая, очень удачная форма, которая весьма хорошо подходит для взаимодействия с молодежью. Ни разу в жизни не была в Рязани, поэтому для меня большое счастье в том числе походить по этому городу пешком, посмотреть все, поискать, не спеша как-то насладиться этим городом. Зайти в намоленные красивые храмы, пройтись по улицам Рязани, пообщаться друг с другом и жителями города – квест, как и было задумано, помог участникам сблизиться и узнать самые важные факты из истории Древней Рязани, где им предстоит провести ближайшие несколько дней. Дина Ветрова, Епархиальная телестудия «Логос». 6 февраля в Рязанской областной филармонии состоялся молодежный Сретенский бал. В этом году событие приурочено к Международному фестивалю «Братья». Организаторы танцевального вечера решили собрать на праздник молодежь Рязани с тем, чтобы у девушек и юношей была возможность поучаствовать в мероприятии, которое может порадовать каждого ценителя хорошей музыки и осознанного времяпровождения. Потому что бал – это не просто танцы. На фестивале «Братья» бал – это уже традиция, потому что в Санкт-Петербурге, когда мы делали один из первых зимних балов в 2019 году, именно петербуржцы предложили сделать на зимнем фестивале бал в настоящем Екатерининском дворце, с настоящей живой музыкой. И мы так впечатлились этим событием, что не смогли остановиться. Следующий зимний бал мы уже провели в следующем городе, а там додумались и летом делать балы, которые были уже не такие классические, а уже более народные, фольклорные. Нам очень нравится. Конечно же, присутствует страх, но этот страх оправдан. Когда кавалер приглашает, это приятно. Поэтому, конечно же, хочется быть чаще на подобных мероприятиях. В любое время среди молодых людей велика доля тех, кто стремится сам быть лучше, духовно чище и старается преобразить мир вокруг. Для таких неравнодушных юных сердец и проводится Сретенский бал, организованный молодежным отделом Рязанской епархии. Всех гостей вечера приветствовал руководитель отдела Иерей Павел Коньков. Для нас с вами, как верующих людей, общение только лишь молитвой не заканчивается. Хотя, конечно, справедливости ради, молитва, евхаристия, единая чаша является центром нашей жизни. Правда же? С другой стороны, помимо этого, есть очень много сфер, в которых мы хотели бы также быть в кругу тех людей, которые нас понимают. И сейчас проходящий Международный православный фестиваль «Братья» тому подтверждение. Классические танцы «Котельон», «Вальц», «Полька» и танец с интригующим названием, но вполне классическим содержанием «Бесконечный голуб». Народные танцы «Кадриль», «Сударушка» или «Ручеек» – все это ожидало молодых людей на Сретенском балу. Примечательно, что он представляет собой не просто танцы или некую историческую реконструкцию, но несет в себе гораздо большую смысловую нагрузку и значение для молодежи. Это яркая и уникальная альтернатива многим другим способам проведения досуга, популярных среди современной молодежи. Молодость, она на то и молодость, когда мы даем волю, чувствам и эмоциям, но в кругу единомышленников люди не будут выходить за рамки поведения православного христианина, за рамки того, что для верующего человека неприемлемо. По завершении вечера всем танцующим пришлось возвращаться в привычную эпоху. Но в следующем году добрая традиция проведения Сретенского бала будет продолжена, и все желающие вновь смогут окунуться в совершенно особый мир традиционных русских и классических танцев. Тимофей Трофимов, Рязанская епархиальная телестудия «Логос». 5 февраля режиссер-постановщик киноленты «Рядом с нами», который повествует об опасности сект, протеерей Александр Новопашин, встретился с завучами и социальными педагогами образовательных учреждений Рязани. В этот день учителям был представлен фильм, а также предоставлена возможность лично задать интересующий вопрос его автору. Ведь для чего мы смотрим кино? Только ли чтобы погрустить или порадоваться за его героя, переживая массу эмоций? Конечно, у фильмов есть и другие цели. Интересную историю можно посмотреть так, чтобы не только развлекаться, но увидеть важную проблему с разных точек зрения глазами режиссера. Идея любого фильма в том и заключается. Средствами кинематографа создать такой образ действительности, в котором есть не только противоборство добра и зла, но и стремление найти ответ на основные вопросы жизни. Задуматься над тем, кто и что нас окружает. Отец Александр много работает с проблематикой, с которой сталкиваются современные молодежи. И об этом, конечно, должны знать родители и педагоги, которые работают с детьми. Понятно, что какие-то основы, база, все это закладывается в семье. Но педагог – это помощник, который должен поддерживать то, что происходит в семье, и есть ли, конечно, там здоровая обстановка, и направлять. Надо уметь работать с ребенком, объяснять ему, что такое ценность жизни, насколько она важна, насколько он ответственен за выбор своего жизненного пути. И фильм, который мы представляем сейчас в Рязани, это и есть предлог поговорить на тему, приглашение к разговору, на тему о ответственности человека за выбор своего жизненного пути. А выбирает он уже сейчас, несмотря на то, что он может быть еще маленький. Но тем не менее, мировоззрение его закладывается и формируется именно сейчас. Миссионерский отдел епархии еще при планировании посещения Рязани режиссером с показами его фильма определил необходимость встречи протоэрея Александра Новопашина с представителями образовательных учреждений города. Автор ленты более 30 лет трудился над изучением различных деструктивных движений и занимался помощью людям, попавшим под их влияние. Этот опыт работы, несомненно, может принести пользу в деле воспитания и образования современной молодежи. Поскольку я почти 30 лет изучаю данные явления, я знаю, какие опасности от них исходят, что происходит с человеком, каков трагический финал его жизни. И не предупредить я просто не могу, мне совесть это не позволит. Кроме того, что я священник, я христианин, я гражданин, я отец, я дед. Фильм неразвлекательный. Он скорее предупреждение. Проблема, про которую идет рассказ, трудная и сложная. Но не стоит считать, что эта беда нерешаема. Нужно смотреть в корень проблемы. И вот здесь-то на первый план выходят традиции народа, семейные ценности, культура воспитания, образование и вера. Если ничего этого нет, то человек становится уязвимым. Бездуховность и безнравственность порождают проблемы, которые, если их не решать, будут только усугубляться и множиться. Помочь избежать непоправимое могут как родители с момента рождения человека на свет, так и воспитатели с учителями, которые, несомненно, играют не последнюю роль. Главное — быть неравнодушным к тем, кто рядом с нами. Оксана Шилова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос». Крестовоздвиженский храм Рязани находится в густонаселенном городском районе Дашково-Песочне. Для очень и очень многих людей этот храм становится ориентиром и, можно сказать, окном в мир молитвы и соответствующего, более глубокого осмысления обычно суетной жизни. Поэтому на приходе стараются наполнить жизнь общины таким образом, чтобы каждый приходящий мог почерпнуть для себя как можно больше духовной пользы. В храм регулярно приносятся для поклонения различные святыни. 6 февраля впервые на приходе встречали частицу мощей святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Ковчег был доставлен из Иоанна Богословского монастыря. Через Свои святыни Господь открывает висами верующим некий источник благодати, приобщаясь к которому мы можем получать действие благодати на нас, грешных, которые помогают нам в нашей жизни. Иоанн Креститель является одним из самых почитаемых христианами святых. О нем Иисус Христос сказал. Из рожденных женами не восставал пророк, больший Иоанна Крестителя. Иоанн Предтеча прославляется церковью как апостол и мученик, и пророк, и друг Христов, и ходатай, веткой и новой благодати. В личности этого святого, ставшего на рубеже двух эпох истории человечества, объединились разные служения. Но главным образом он известен людям как человек, от которого принял крещение сам Спаситель. Святой Иоанн Предтеча призывал народ к покаянию перед самым приходом пришествия Спасителя. Крестил народу в водах и родах, к крещению покаяния. И в соответствии с этим мы прибегаем в молитвах к праведному Иоанну Предтеча с тем, чтобы он помогал нам каяться, чтобы помогал нам исправляться, чтобы помогал нам и нашим родным, близким, тем, кто нам дорог, найти путь покаяния и исправить что-то в своей жизни. Верующие встретили святыню соборной молитвой. А после молебна каждый имел возможность приложиться к мощам великого святого и обратиться к нему со своими сокровенными просьбами, мыслями или благодарностью. Ковчег будет пребывать в крестовоздвиженском храме вплоть до 26 февраля. В эти дни любой рязанец и гость города может поклониться и помолиться у мощей святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Дина Ветрова, Епархиальная телестудия, Логос. 2019 год уже ознаменовался появлением нового праздника – Дня Рязанского теолога. Конечно, в официальном календаре среди особых дат его пока не найти, но в реальную жизнь он уже входит. 7 февраля, в День памяти святителя Григория Богослова, праздник встречали в Спасопреображенском Пронском монастыре. Гостей – студентов кафедры теологии Рязанского государственного университета и епархиального училища во главе с ректором Натальей Ягонеевой в обители встретили со свойственным ее насельником, радушием и гостеприимством. Прежде чем добраться до монастыря, ребятам пришлось преодолеть снежные препятствия, которые воздвигла на Пронских дорогах ночная метель. Но тем радостнее была встреча. Девушки из училища украсили своим пением праздничную литургию в намоленных стенах обители. В монастыре был еще один повод для торжества. 7 февраля церковь совершала празднование иконе Пресвятой Богородицы «Утолимая печали». А история Спасопреображенского монастыря тесно связана с одним из списков этого чудотворного образа, подаренного обители в 1869 году к титрам монастырского святительского храма Григорием Васильевым. Промыслительно и то, что в обители особо почитается День памяти святителя Григория Богослова, как одного из трех великих учителей церкви, которым посвящен ныне действующий монастырский храм. В центре праздничных событий стало открытие мемориальной доски, посвященной памяти детей блокадного Ленинграда, эвакуированных в годы Великой Отечественной войны в Пронский детский дом. Социальное учреждение в годы Великой Отечественной войны и до 1965 года располагалось на территории Спасопреображенского мужского монастыря. В этот день игумен обители поделился воспоминаниями, рассказанными ему в свое время отцом, пережившим блокаду и даже издавшим об этом страшном времени небольшую книгу. Когда-то спасенные в этих стенах дети Ленинграда спасли эти стены для будущего возрождения. Так сразу несколько поводов, в которых слились разные, порой и трагические, а порой и радостные события истории страны и православной церкви, объединили многих людей под сенью Пронского монастыря 7 февраля. А продолжающееся восстановление обители для всех стало ощутимым поводом к радости и надежде, что духовное возрождение страны будет продолжаться. Алексей Добросельский, Наталья Бостракова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос». 10 февраля в праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил Божественную Литургию в Кафедральном Христорождественском Соборе. Только в этот день совершается память святых, дата смерти которых неизвестна. Поминовение это происходит по определению Священного Синода от 30 января 1991 года. на основании решения Поместного Собора 1917-1918 годов. Сегодня мы не только вспоминаем многие тысячи уничтоженных людей, известных и неизвестных, но и почитаем всех тех, кто был прославлен Церковью в лике новомучеников и исповедников. Их кровь стала семенем возрождения нашей Церкви и нашего Отечества. Современным людям, наверное, трудно понять, почему такой скорбный день в православии является праздником. Ведь сон новомучеников и исповедников слишком велик. В настоящий момент Собор включает в себя около двух тысяч человек. Это люди самых разных возрастов и профессий, со словного происхождения и жизненного пути. Да и процесс канонизации продолжается. Важно то, что подвиг новомучеников и исповедников имеет неприходящее значение. Сила святости, явленная ими, победила злобу, а их почитание объединила Русскую Церковь. Будем молиться новомученикам и исповедникам российским, чтобы Господь хранил нашу веру в народе, чтобы хранил наше Отечество и никогда, чтобы наш народ впредь не впадал в такие искушения, которым он подвергся в 20 веке. Наверное, многие имена людей, пострадавших за веру в 20 веке, так и останутся неизвестными. Но все они сейчас предстоят у престола Божия, и каждый из них является заступником и молитвенником за всех русских людей. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. Далее в нашей рубрике «Слово архипастерия», митрополит Рязанский и Михайловский Марк приглашают к размышлению о подвиге новомучеников и исповедников Церкви Русской и о том, как им удалось сохранить веру в год гонений. В церковной истории есть особый период, который называется периодом мучеников и исповедников. Мы читаем трогательные жития древних святых, начиная с первомученика архидиакона Стефана и многих и многих других в Иерусалиме, в Риме и в других странах пострадавших. Эти трогательные повествования касаются нашего сердца и не могут нас оставить равнодушными. Однако, мученики, исповедники — это не только история древней Церкви, это и история и нашей Церкви, это история и нашего Отечества. Более того, период мучеников, период исповедников в нашей Церкви — это период, который дал больше святых, чем история древней Церкви. Период мучеников и исповедников в нашей истории – это переломный период, когда сменился общественный строй, когда поменялись жизненные ориентиры, когда человек, советский человек, решил построить рай, царство небесное здесь, на земле. И в этот период сознательного богоборчества позиция церкви осталась непреклонной. И потому сам факт существования на нашей родине верующих людей, исповедников веры, являлся вызовом для новых хозяев нашей страны. И полилась кровь мучеников, которых в нашей стране исчисляются тысячи. Церковь назвала их новомучениками и исповедники. Прошло несколько десятилетий, и наша церковь возродилась. Возродилась после многих лет гонений. Как же она возродилась? И почему существует твердая вера, убеждение, что наша церковь возродилась благодаря подвигу новомучеников и исповедников русской церкви? Как в древней церкви христианство гонимое стало умножаться, и кровь мучеников стала семенем веры для огромного большинства современников. Так и в истории нашей церкви кровь новомучеников и вера исповедников стала семенем для возрождения нашей церкви и нашего Отечества. Важно помнить и почитать не только древних святых мучеников и исповедников. Важно помнить тех, благодаря кому возродилась и наша церковь, и вера в нашем Отечестве. Это почти что наши современники, люди, которые отдали за веру, за свои убеждения, самое дорогое. Они не пощадили своей жизни ради верности Христу. Они показали нам пример несгибаемой веры, пример несгибаемого мужества. Будем молиться им, будем просить их, чтобы по их ходатайству Господь хранил бы нашу церковь, хранил бы наше Отечество. На этом наша программа «Метрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Сганова и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»